Всем привет! С вами Виктория! Сегодня готовлю заливной пирог из капусты. Капустный пирог. Получаются такие пироги очень вкусные, сытные. Таким пирогом можно заменить обед или ужин. Готовится из доступных продуктов. Полный список ингредиентов, как всегда, вы найдете в описании под видео. Сначала приготовим начинку для пирога. Капусту тонко нашинкуем. Затем капусту я переложила в другую емкость, посолю ее и хорошо перемну руками, чтобы она пустила сок. Одну большую луковицу нарезаем как можно мельче. Морковку натираем на крупной терке. На разогретую сковороду наливаем растительное масло, выкладываем нарезанный лук и начинаем обжаривать. Лучок обжарился до полупрозрачности, добавляем к нему нашинкованную морковь. Немного перемешиваем и продолжаем обжаривать. Далее выкладываю нашинкованную капусту. Все хорошо перемешиваем. Уменьшаем огонь, накрываем крышкой и оставляем потушиться минут 10-15. Через 10 минут открываем крышку, добавляем черный перец и одну неполную столовую ложечку сахара. Еще раз перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем еще на 5 минут. Начинка готова, отключаем огонь и отставляем, чтобы она хорошо остыла. Пока начинка остывает, приготовим тесто. Одну полную чайную ложечку соды, добавляем 250 миллилитров кефира и хорошо перемешиваем. Нам нужно, чтобы реакция произошла, кефир должен немножечко запениться. И в другую емкость выбиваем 3 яйца. Из 4 яйца я добавлю только белок, а желток оставлю для того, чтобы смазать пирог позже. К яйцам добавляю 1 чайную неполную ложечку соли, 1 столовую ложку сахара. Все немного перемешаю венчиком. Добавлю кефир с содой. Вместо кефира можно добавить простоквашу, ряженку, сметану или даже сыворотку. Добавляю 150 грамм сметаны. Это примерно 5 столовых ложек. Такие большие столовые ложки с горкой. Также я всегда добавляю в это тесто растительное масло. Вместо растительного масла можно добавить растопленное сливочное. Я добавляю 5 столовых ложек. 3, 4, 5. И все перемешиваем. И теперь начинаем просеивать муку. Сначала на эту порцию я всегда добавляю 200 грамм муки, перемешиваю и смотрю на консистенцию. И по мере необходимости добавляю еще. В описании под видео я вам укажу точное количество муки, которое я использовала. И все тщательно перемешиваем, чтобы не осталось никаких комочков. Как можно проверить консистенцию? Вот таким образом поливаем ложкой сверху. Если рисунок остается и сразу все не расплывается, значит консистенция то, что нужно. Оно не должно быть слишком жидкое и не слишком густое. Пирог у нас заливной, так чтобы его можно было сверху налить. Название говорит само за себя. Для смазки теста я смешиваю 1 желток с 1 столовой ложкой сметаны. Подготавливаем формочку. У меня разъемная форма диаметром 24 сантиметра. Я ее застелю пергаментной бумагой. И немного смажу растительным маслом, особенно по бокам, там где нет пергамента. Тесто визуально делю напополам. Первую половину теста выливаю в формочку. Немного разравниваю. Начинку стараемся выкладывать не до самых краев, чтобы когда мы выложим следующий слой теста, то тесто у нас полностью все вот так хорошо закрыло, и начинка осталась внутри. И еще раз все разравниваем по всей поверхности формочки. Отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов, ориентировочно на 40-50 минут. Ориентируйтесь на вашу духовку. Через 35 минут приготовления можно открыть духовку. Проверяем пирог деревянная шпажка. Если шпажка на выходе сухая, значит пирог готов. Достаем пирог. Для того, чтобы наш пирог у нас был более подрумяненный, смазываем его подготовленным яичным желтком со сметаной. И убираем в духовку еще на 10-15 минут. Друзья, наш заливной пирог с капустой полностью готов. Он хорошо подрумянился. Посмотрите, достаем пирог из духовки и даем ему немного остыть. Давайте же поскорее разрежем его и посмотрим, какой он у нас получился внутри. Пирог получился очень-очень вкусный, нежный, ароматный, румяный. Он отлично держит форму. Сочная начинка и вкусная хрустящая корочка сверху. Это непередаваемое ощущение. Такое тесто прекрасно подходит для любых заливных пирогов. Можно сделать другую начинку, например, с яйцом и зеленым луком, с грибами, с тыквой. Советую обязательно приготовить заливной пирог с капустой по этому рецепту. Так как капусту мы обжаривали и тушили, получается еще более вкусно. Всем желаю приятного аппетита! Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория!